Обсудить участие предприятия в жизни города, предложить свое решение для самых разных вопросов и обменяться позитивным опытом общественной деятельности. С этой целью рабочие инженеры, мастера и руководство предприятия «Энергомаш» провели собрание трудового коллектива, на которое пригласили членов общественного совета «Химке интересно жить» Михаила Раева, Татьяну Кавтореву, Наталью Коныгину, Руслана Шаипова, Александра Пронина и Марину Эйслер. Активисты совета рассказали, как уже удается сдвинуть с места решение многолетних проблем. Например, транспортное сообщение между микрорайонами «Левый берег» и «Старой Химке». По инициативе жителей скоро два берега соединит речной трамвайчик. Который будет с 1 мая запущен, который соединит микрорайон «Левый берег» и «Старой Химке». Также с 1 мая планируется с экопарка запуск тоже трамвайчика до северного речного вокзала и Ушмай. Такие инициативы, как пуск речного трамвая, виртуальный музей, посвященный химчанам-героям войны и многие другие, уже взяты в разработку. Сотрудники предприятия выдвинули свои идеи по улучшению города. Например, заводчане предложили создать проект по обучению детей правилам безопасности на дороге, организовать дополнительные площадки для выгула собак и обустроить зону отдыха у реки Химка для ловли рыбы в черте города. А как бы вы видели бы, как бы вы объяснились к тому, если бы мы у себя в городе имели бы такую же локацию, такую же площадку для проведения мастер-класса по рыбалке в классной такой оборудованной зоне отдыха? НПО «Энергомаш» – разработчик и производитель ракетных двигателей. Коллектив здесь высококвалифицированный и очень ответственный. Поэтому, как считает руководство предприятия, инициатив будет еще много. «Энергомаш» вы знаете, одно из старейших предприятий города Химки, поэтому сотрудники у нас все очень активные. У нас есть и депутаты, и даже без официальных должностей все периодически предлагают какие-то инициативы, чтобы улучшить жизнь в городе и чтобы наше предприятие участвовало в этой жизни. Поэтому мы разместим информацию на сайте, мы еще раз разместим информацию, что можно обращаться к вам напрямую на портал. Поэтому, безусловно, без инициатив ни город, ни предприятие не останется. Мы будем активно участвовать в инициативах. Это уже не первое собрание в Химках. Подобные встречи проходят и в других коллективах. Инициаторами этого движения выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химки. Интересно жить». По словам членов общественного совета, все предложения будут вынесены на всеобщее голосование. На сегодня было выдвинуто несколько инициатив, которые, безусловно, найдут свое отражение в лице администрации городского округа Химки. В том числе, данные инициативы, безусловно, помогут более комфортно жить нашим горожанам. В ближайшее время будет открыт сайт голосования, куда все инициативы будут помещены. И в онлайн-режиме жители городского округа смогут за них проголосовать. Те инициативы, за которые проголосуют в первую очередь, они будут в первую очередь реализовываться. И далее поочередно. На сегодняшний день активные горожане выдвинули уже около 800 инициатив, голосование за которые стартует в ближайшие дни.